Пока школа в Волгаре обрастает кирпичными стенами, детям приходится за знаниями ездить на кряж. Району на 70 тысяч жителей. Собственная школа просто необходима. Здесь столько детей. Вообще мы не посижу. У меня вот ходит, где он. Вон в школу ходит, аж в 74-ю. Далеко очень возим его. Дети ездят в школу на автобусах, там это по городу далеко. А если будет своя школа, конечно, это очень удобно. За строительством школы пристально следят не только местные жители, но и городские власти. Глава Самары обходит стройплощадку. Ему рапортуют. Фундамент почти закончен, возводят стены третьего этажа. Погода работам не помеха. Современные бетонные смеси схватываются даже при низких температурах. Олег Фурсов уверен, эта школа важна для района социальный объект. Вы помните, что летом с губернатором мы закладывали первый камень в основание школы. И сегодня я приехал с инспекцией посмотреть, как ведутся работы. Мы настаиваем, чтобы строители брали на себя повышенные обязательства и в более короткие сроки проводили все строительные работы. Думаю, что никаких срывов в выполнении поручения губернатора по строительству школы здесь не произойдет. Глава города также отметил, что темпы строительства могут быть и выше. Сейчас работы идут в три смены. Современная с двумя спортзалами и небольшим стадионом. Школа рассчитана на тысячу детей. Столовая большая очень, в центральном блоке, в блоке Е. Актовый зал большой, есть еще лекционный, там на 100 человек будет предусмотрено. Сверху будет своеобразное такое световое естественное освещение актового зала. Пока строители в намеченный срок укладываются. Новая школа должна открыть двери уже в следующем учебном году. Набор учителей уже начался. Учебному заведению необходимо более ста педагогов. Валерия Макарова, Алексей Золотенков, События.